Благотворительная акция длилась больше месяца. За это время удалось собрать порядка 50 коробок с необходимыми товарами для воспитанников школы-интерната города Донецка. Весомый вклад внесли жители микрорайона «Зеленые аллеи». Здесь боксы для сбора гуманитарной помощи заполнялись очень активно. Сортировку и отгрузку взяла на себя местная управляющая компания. Потрясающий отклик от жителей ЖК «Зеленые аллеи». Хочу всех поблагодарить, потому что это восторг. И продолжает до сих пор нести вещи, продукты. Большая работа была проделана в сортировке. Несколько дней все это сортировали по возрастам. Девочки, кто организатор у нас, Марина Зрячих и Юлия Одинцова. Им большое спасибо, потому что они работали с этим каждый день. Мы по мере возможности выделяли сотрудников, которые помогали сортировать. Акция «Коробка добра» состоялась благодаря инициативе бывшей воспитанницы интерната, ныне жительницы города Видное Валентине Печенкиной. Она контролировала весь ход проекта, который активно поддержала руководство Видновской дирекции киносети. Жителям, конечно, огромная благодарность за отклик, за то, что они поддерживают и ребят наших, и тех, кому сегодня нужна помощь, мирных жителей. Пока идет военная операция, мы должны участвовать максимально в поддержке и бойцов, и жителей. На днях груз был доставлен адресатом. Помощь в этом процессе оказало местное отделение боевого братства. Тяжелая дорога и сломавшийся автомобиль не помешали руководителю объединения Владимиру Писаченко передать собранную помощь воспитанникам школы-интерната. Нас встретили, накормили. Мы довольны, счастливы. Люди очень добродушны. Они действительно добрые, они любящие. И они знают, что такое добро. Владимир отмечает, видновчане оказали колоссальную помощь, но интернат все еще нуждается в материальной поддержке. Но больше всего жители Донбасса мечтают о мирном небе. Руководитель учреждения записала видеообращение для всех, кто не остался в стороне в такую непростую минуту. Дорогие наши друзья, мы выражаем огромную благодарность всем жителям города Видное, которые приняли участие в акции «Коробка добра» и оказали благодарительную помощь нашему учреждению. От лица детей, сотрудников нашего учреждения я желаю всем добра, процветания и самое главное – мира. В этот раз организаторам акции удалось собрать около тонны гуманитарной помощи. Вдохновленные результатом, они планируют продолжить инициативу, но, возможно, теперь в другом формате. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.